Мы с того, что посмотрим план вебинара. Вначале я расскажу о компании Neslabs, далее о современных тенденциях и задачах. Также мы рассмотрим, как система NX может решить ваши задачи численного анализа при проектировании радиоэлектронного оборудования. Далее мы подведем итоги. Как я уже сказал, компания Neslabs проводит этот вебинар. Я ее сотрудник, который занимается направлением инженерного анализа. Меня зовут Станислав Пименов. Я буду вести вебинар и по окончании готов ответить на ваши вопросы. Немножко о нашей компании. Компания Neslabs – это 15-летний опыт успешных внедрений решений в области САПР. Наши основные направления представлены на экране. Это разработка постпроцессоров для станков СИПУ, поставка программного обеспечения компании Siemens и его последующая поддержка и сопровождение. Срок службы и расчеты на прочность мы также проводим. У нас имеются специалисты, расчетчики. И отдельное направление – это разработка программ для управления оборудованием, а также разработка управляющих программ для станков с СИПУ. Итак, тенденции и задачи, связанные с контролем проектных решений в приборостроении. Прежде всего, я хотел бы рассказать о том, что, собственно, связано с контролем проектных решений в приборостроении. Итак, пользователи ожидают все более высокой функциональности электронных устройств, дальнейшего снижения их габаритов и стоимости, а также стабильности работы этих устройств, их высокого качества и надежности. Предприятиям приборостроительной промышленности важно как можно быстрее выполнить новые изделия на рынок, вывести либо под новым именем, либо с новым функционалом изделия, ибо срок службы таких изделий короче, чем и продукции большинства иных отраслей. Новую модель изделия радиоэлектронного необходимо разрабатывать, как только текущая модель вышла на рынок. Качество продукции является здесь важнейшим фактором. Выход устройства из строя приводит к быстрой потере лояльности потребителей, а затем и доле рынка. Контроль проектных решений в этом случае на ранних этапах очень важен. Он должен проводиться задолго до выпуска опытной партии изделий. То есть весь контроль должен проводиться на уровне еще в проектах изысканий. Немножко о сложности электронных устройств. Электронные изделия чаще всего выходят из строя из-за воздействия различных температурных факторов, механических факторов, пыли и влажности. Температурные факторы – это, как правило, перегрев конструкции. Механические воздействия – это работа при воздействии вибраций, либо это воздействие различных ударных нагрузок, например, при падении устройства. Помимо функциональности, которая сегодня в основном определяется программным обеспечением, конструкция устройства должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать разнообразные условия эксплуатации, как прогнозируемые, так и случайные. Несмотря на продолжительный рост сложности новых устройств, по-прежнему требуется быстрая подготовка к производству, а контроль проектных решений необходимо ускорить, чтобы успеть проверить новую функциональность и более сложную конструкцию. При контроле виртуальных образцов, как правило, представленных в виде 3D-моделей, потенциальные отказы удается выявить и устранить на ранних этапах проектирования. Еще до изготовления дорогостоящих опытных образцов и проведения натурных испытаний. Сегодня очень широко распространяется такое явление, как метеоризация. То есть приборы и входящие в них радиоизделия, электрорадиоизделия становятся все меньше и меньше. Тенденции метеоризации приводят к ухудшению рассеивания тепла, как показывает статистика, как показывают испытания. Ибо в меньшем объеме располагается большее количество электронных элементов, что, соответственно, затрудняет теплоотводку. Все это, опять же, приводит к тому, что моделирование должно проходить на ранних стадиях проектирования. Итак, давайте посмотрим следующий слайд. Про сложные технические проблемы. При выпусте большинства устройств радиоэлектронных, особенно относящихся к потребительской электронике, требуется постоянно стяжать себестоимость для сохранения нормы прибыли и при этом предлагать рынку устройства, которое будет покупаться по приемлемой цене. Новые технологии нередко накладывают и новые ограничения на проектные решения. Например, это модульные конструкции, позволяющие повторно использовать ранее разработанную часть отдельной элементы изделия и использовать интеллектуальную собственность. Необходимо выделение ресурсов на создание с нуля новых устройств, которые должны успеть захватить долю рынка, пока этого не сделали конкуренты. Помимо стандартного исполнения, требуется контроль множества различных вариантов конструкции новых изделий. Поэтому нужна воспроизводимость результатов численного моделирования и натурных испытаний. Собственно, все это важно при проектировании изделий радиоэлектронной промышленности. Давайте посмотрим следующий слайд. Здесь надо отметить, что ключевые факторы успеха процесса конструирования и численного моделирования это дипкие средства моделирования, которые способны повысить эффективность проектирования. К ним можно отнести это применение 3D-моделирования для дипкого создания конструкций, а также быстрого и точного выявления последствий изменений, что ускоряет их проведение. Собственно, вот о чем я и сказал. Следующий момент. Проведение расчетов на самых ранних этапах цикла разработки. В настоящее время численное моделирование обычно применяется для контроля готовой продукции. Сегодня требуется перенести численное моделирование на более ранние этапы, о чем мы уже говорили, чтобы на его основе принимать проектные решения, а не просто проводить проверку готовой конструкции. В данном случае речь идет о том, что достаточно важно в процессе проектирования переходить на так называемое большое количество проектировочных расчетов, нежели останавливаться на проверочных расчетах, когда уже выпущена конструкторская документация на изделие, когда уже сделаны опытные образцы. Следующий момент. Это одновременно исследование более сложных явлений. То есть взаимодействие внутри изделия требует анализа в так называемой мультифизической постановке. Например, выявление влияния, выделяемого в электронном устройстве тепла на механическую прочность или совместное решение при воздействии механических факторов и тепловых факторов. Следующий момент. Высокая сложность и разнообразие численного моделирования приводят к резкому росту объемов данных. Инженерам нужны оптимальные способы управления и повторного использования больших объемов КАД данных, причем ориентированные именно на специалистов-расчетчиков, руководителей проектов и прочих лиц, принимающих решения. В этом плане речь идет, как вы поняли, о широком повторном использовании. Итак, как система INX может решить ваши задачи численного анализа? Для численного анализа на самом деле существует большое количество системы. Одна из них это система INX, это саппор верхнего уровня, который включает в себя и расчетную часть. INX представляет лучшие в своем классе инструменты численного моделирования для принятия обоснованных решений о производстве изделий. Давайте немножко поговорим о развитии роли КАЭС-системы. То есть КАЭС-системы это системы инженерного анализа, которые сейчас на рынке в достаточно большом объеме. Американская фирма SimDate, занимающаяся исследованиями рынка, провела анализ текущего состояния численного моделирования и способов его улучшения. В прошлом году результаты исследования опубликованы в отчете современной системы численного моделирования изделий. Что собственно по этому поводу можно дополнительно сказать? Что традиционная сфера КАЭС была на самом деле отдельной дисциплиной, в которой использовались так называемые черные ящики, некоторые программные средства, на входе в которых данные, на выходе результата расчета. Однако из-за необходимости сокращения сроков и проведения расчетов на все более ранних этапах цикла проектирования необходимо создание так называемых интегрированных сред и объединенных групп специалистов, работающих в тесном взаимодействии. В упомянутом отчете говорится, КАЭС-среда, а это уже отдельная система, прошла путь от набора черных ящиков, в которых разбирались только устья и специалисты, до систем, повышающих производительность совместной работы и обеспечивающих стратегическое конкурентное преимущество. В бизнесе благодаря поддержке проектирования на основе численного моделирования. В данном случае речь идет о том, что в рамках КАЭС-среды совместно работают и расчетчики, и конструктора совместно работают в одном интерфейсе. Из-за чего же состоит современная среда численного моделирования? В современной среде численного моделирования можно выделить четыре основные составляющие. Это интегрированная среда диаметрического численного моделирования, управляющая различными данными КАЭС и КАЭС направлений, что в свою очередь дает соответствующий прирост производительности. Второй элемент – это возможность проведения междисциплинарных расчетов и оптимизации в едином пользовательском интерфейсе, о чем я уже говорил. Третий элемент – возможность моделирования расчетов на уровне систем для оценки и характеристик. И четвертый элемент – эффективное управление данными и процессами численного моделирования, позволяющего отслеживать все результаты расчетов, требования к изделию и рабочие процессы. Давайте немножко поговорим, что такое NX-KE. Это, собственно, и есть среда численного моделирования современного уровня. NX-KE – современная междисциплинарная КАЭС-среда для опытных расчетчиков, конструкторов и целых групп специалистов, обеспечивающих быстрый и высококачественный анализ характеристик изделия и поддержку принятия проектных решений. Сюда можно отнести численное моделирование с использованием современных методов расчетных. Это прочностные расчеты, тепловые расчеты, расчеты на гидрогазодинамику. Имеется отдельное направление – это расчеты кинематических характеристик, расчеты на кинематику, комбинированные мультифизические расчеты, расчеты, связанные с оптимизацией конструкции, а также управление данными и автоматизация КАЭС-процессов, проектирование на основе результатов численного моделирования. Собственно, давайте рассмотрим, в чем заключается традиционный КАЭС-процесс или расчетный процесс. Он начинается с проектирования деталей в КАЭС-системе. Как правило, при расчете до 80% времени уходит только лишь на создание модели деталей для проведения расчета. По сравнению с подготовкой модели, время, затрачиваемое на расчеты и анализ результатов, есть некоторая совокупность, которую мы можем представить в виде вот такой вот диаграммы. Что сюда входит? Это поиск и импортирование данных. Опять же, это данные, необходимые для расчета, данные по материалам, данные, если они необходимы, которые нужны для идеализации модели. Дальше, собственно, идет достаточно длительный процесс исправления и редактирования геометрии. Расчетчики знают, что, как правило, традиционная конструкторская модель достаточно избыточна. Ее надо привести к так называемому идеализированному виду, чтобы автоматизированные алгоритмы генерации конечно-элементных сеток сгенерировали на базе этой диаметрии качественную сетку, которая потом даст хороший результат при расчете с минимальными погрешностями. Далее, собственно, процесс расчета. Как правило, это метод конечных элементов. Сюда включается само построение конечно-элементной модели. Сюда включается генерация сеток. Сюда включается присвоение таблиц физических свойств. И на выходе получается конечная элементная модель. Далее, следующий процесс. На конечно-элементную модель прилагаются нагрузки и условия ограничений. Этот процесс тоже занимает некоторую трудоемкость. И дальше, собственно, сам идет процесс расчета, так называемый процессорный этап. А то, что было до этого, это была некоторая предпроцессорная подготовка. И далее идет так называемый анализ результата. Плохо здесь в том, что если мы используем классическую систему, то весь процесс приходится повторить заново при каждом внесении изменений в конструкцию. То есть, если у меня базовая диаметрия исправилась, то я весь этот процесс должен повторить. Применяемых сегодня в традиционных КАИ-системах повторное использование ранее созданных расчетных моделей крайне затруднено. Собственно, вот он традиционный КАИ-процесс. И что нам предлагает система NX-KE? Итак, быстрое выполнение первого цикла. За счет чего это происходит? Можно сказать, что вы получаете преимущество с самого начала, уже на первом цикле. Интеграция со средствами направления расчетными данными позволяет быстрее находить нужные данные по КАД-диаметрии. Гораздо менее времени требуется на подготовку модели и построение конечной элементной сетки, так как в систему встроено средство редактирования диаметрии. Построение сетки выполняется быстрее, так как используются лучшие в своем классе алгоритмы по генерации конечной элементных сеток. А также применяются специальные тетрайдные конечные элементы. Помимо этого, имеется возможность поддержки 1D, 2D и других классов 3D конечных элементов. Возможность наложения нагрузок и ограничений непосредственно на диаметрию. Группы или кластеры конечных элементов, все это в целом экономит время на создание конечных элементов и расчетных моделей. Особенно это заметно, когда идет так называемое быстрое внесение изменений на последующих циклах. Потому что в рамках NX-KE все модели имеют ассоциативные связи. Если произошло так, что у вас изменилась базовая конструкторская диаметрия, то ввиду того, что имеются ассоциативные связи, происходит апдейт и идеализированной диаметрической модели, происходит апдейт и конечной элементной модели, а также происходит автоматизированное исправление и, собственно, расчетной модели. Далее можно запустить заново процесс расчета и произвести анализ результатов. Все это сокращает общую длительность цикла конструирования расчет. И нередко, в зависимости от изделия, экономия времени достигает 100 раз по сравнению с традиционным процессом. Итак, давайте посмотрим про интегрированные средства для моделирования и расчетов. Итак, как правило, во всех системах расчетных для построения конечной элементной модели используются базовые диаметрии. Поскольку решение NX-KE основано на той же платформе, что и ведущей КАС-системы, в нем имеются гораздо более мощные средства редактирования геометрии, чем в традиционных системах инженерного анализа. То есть в системе NX, а это системы верхнего уровня, имеется КАД-овский модуль, который не уступает по своему функционалу системам КАД-проектирования, системам для построения сложных сборок, сложных деталей, трехмерных моделей. Помимо этого имеется и расчетная среда, и, как я уже сказал, имеются ассоциативные связи конструкторской модели с расчетной моделью, в том числе и при проведении различных мультифизических расчетов. То есть таким образом диаметрию можно использовать достаточно широко, вносить изменения, и в результате изменений за счет апдейта производится перестройка и расчетная модель. Здесь следует отметить один момент. Дело в том, что система NX-KE имеет открытую архитектуру и поддерживает как собственные решатели, это решатели NX-иностран и другие, также и внешние решатели, такие как ANSI, SABagus, LS-Dyne и другие. Давайте посмотрим примеры моделирования. И начнем мы с первого примера. Пример, посвящен упрощению импортированной диаметрии при помощи синхронной технологии. Синхронная технология является неотъемлемой частью системы NX. Что она из себя представляет? Давайте посмотрим. Итак, у нас есть некоторая конструкция, и эта диаметрия уже разбита на конечные элементы. Итак, мы хотим что сделать? Мы хотим внести изменения в нашу базовую диаметрию, например, убрать эти отверстия. А текущее отверстие можно, ну, вследствие того, что у нас изменяются какие-то условия эксплуатации, сделать побольше. Мало того, что нам также по новому техническому заданию было предложено один из конструктивных элементов сдвинуть в определенном направлении. Как видите, используя синхронную технологию, мы это можем легко сделать, используя так называемый процесс «хватил и потащил». И дальше, переходя к конечной элементной модели, которая ассоциирована с базовой диаметрией, нам надо сделать только апдейт сетки, в результате чего происходит перестроение всей диаметрии конструкции. И таких итераций, как вы понимаете, можно сделать сколько угодно. И тем самым посмотреть, какие параметры конструкции на что влияют с точки зрения воздействия механических или тепловых нагрузок. Ну и второй пример, это быстрый анализ вариантов конструкции при помощи, опять же, синхронной технологии и ассоциативности. Давайте посмотрим более подробно. Но здесь мы будем применять уже другой тип конечных элементов и специальную функцию генерации соединенной поверхности. Как видите, конструкторская диаметра перед нами является избыточной. И чтобы ее сидеализировать, первое действие, которое можно сделать достаточно быстро автоматизированно, так сказать, это мы уберем те элементы, которые расчетчик считает, что не влияют на результаты расчета. И так, после этого мы получили идеализированную диаметрию и, применяя функцию срединной поверхности, превратили эту диаметрию в набор поверхностей, для того, чтобы использовать определенный решатель, который поддерживает плоские элементы. Ну, в данном случае мы взяли на страну. Как вы видели, из ролика можно построить модель под любой из выбранных решателей. Итак, выбираем плоские и конечные элементы, создаем величину дискотизации и получаем автоматизированно построенную конечный элементную модель. Чтобы было видно, что толщина перешла на уровне таблицы физических свойств, можно выбрать функцию отобразить толщину плоских и конечных элементов. И дальше, обратите внимание, используя всю ту же синхронную технологию, мы можем изменить диаметрию конструкции, изменить так называемую мастер-модель, используя, опять же, некоторые принципы из разряда схватил и потащил, поменять ребра жесткости. И, как видите, идеализированные диаметрии после апдейта примет изменения на основе мастер-модели. Мало того, произойдет еще и апдейт сетки. Это можно видеть даже в том случае, когда у нас изменилась толщина, то есть у нас ребра жесткости имеет переменную толщину. Следующий пример – это быстрое создание дополнительной диаметрии для гидрогазодинамических расчетов. Те, кто занимался моделированием теплопередачи в приборах, знают, что, как правило, используется технология доменов для того, чтобы на уровне воздушного или жидкостного домена смоделировать воздух внутри прибора или какую-то жидкость и дальше рассчитать поведение конструкции при воздействии каких-то перемещений жидкости внутри, например, при работе вентилятора охлаждающего, а также все это выполнить с учетом выделения тепла на уровне работающих электрорадиоизделий. Итак, давайте посмотрим. У меня есть достаточно сложный прибор – это блок питания. Как вы видите, он имеет корпус. В корпусе имеются специальные отверстия для охлаждения. Мы можем для газодинамического анализа, используя стандартное средство, получить так называемый внутренний домен. И для этого надо, естественно, сделать несколько действий, как это показано на экране. И на выходе мы получим так называемую область, которая соответствует области воздуха внутри прибора. Причем это может быть достаточно сложный объем, достаточно сложная область. И на выходе мы также можем задать так называемые, ввести так называемые данные о дискретизации различных элементов. Ну, в частности, это радиатор, различные радиоизделия, платы этого прибора. Собственно, все это делается для того, чтобы получить достаточно точную модель, которая включает в себя и модель воздуха внутри этого прибора, посредством которого происходит либо естественная, если у нас выключен вентилятор, либо принудительная конвекция, то есть так называемый уход тепла с поверхности стелий, которые выделяют тепло. На выходе мы получаем распределение температуры как по твердотельной части модели, так и распределение температуры, а также скоростей потоков по так называемому домену. Собственно, вот таким образом осуществляется моделирование радиоэлектронных устройств. Здесь следует добавить, что в системе NXKE достаточно широкие средства для моделирования различных видов теплопередачи, причем ввода так называемых тепловых связей и тому подобных вещей. Так, давайте посмотрим следующий пример. Здесь будет достаточно сложное построение так называемого объема воздуха. У нас, видите, сложный прибор. Внутри есть достаточно большое количество плат. Они окружены воздухом, как и в предыдущем примере. Мы можем достаточно быстро залить весь этот объема так называемым телом домена и на выходе получить готовую конечную элементную модель. Причем здесь следует отметить, что по использованному методу нам надо ввести специальные конечные элементы в местах контакта воздуха и твердотельной части модели. Декорд система NX вводит это автоматически. Итак, некоторые примеры моделирования с использованием NX-KE мы посмотрели и можем перейти к так называемым междисциплинарным расчетам. Мультидисциплинарные расчеты в современной среде численного моделирования это объединение различных функций в едином пользовательском интерфейсе. В традиционных КАИ-системах, как правило, выполняется только один вид расчетов. То есть это либо одна программа для гидрогазодинамического расчета, либо программа для кинематики, либо программа для расчета на прочность. В NX-KE все эти различные виды анализа объединены в едином пользовательском интерфейсе. Что это дает? Это дает, можно сказать, целый ряд преимуществ. Во-первых, пользователю необходимо освоить только один интерфейс, потому что в зависимости от типа задачи этот интерфейс на самом деле не меняется, он одинаков при проведении всех этих видов расчетов. Далее, что мы можем ответить? Происходит оптимизация комбинированных и мультифизических расчетов. То есть здесь можно провести расчеты одновременно при различных видах воздействий. То есть все данные в этом случае хранятся в одной системе, что устраняет, чреватые ошибками, этап конвертации файлов. При этом, хотя все решения объединены в одной среде, поддерживается и масштабирование решателей. То есть это что позволяет использовать высокопроизводительные вычислительные системы, а также подключать к системе либо внешние решатели, либо решатели собственной разработки. Для этого имеется так называемый NX-OPEN, и про это мы поговорим чуть попозже. Давайте посмотрим следующие примеры междисциплинарных расчетов и оптимизации конструкции. Первый пример – это расчет охлаждения электронного прибора. Мы сейчас с вами посмотрим. Итак, перед нами прибор, который включает в себя достаточно большое количество плат. На платах установлены радиоэлементы. Как видите, как и в предыдущих случаях, можно смоделировать воздух внутри этого прибора, посмотреть, как происходит при разогреве движение этого воздуха и распространение, соответственно, тепла. Помимо этого, можно учесть, какие получаются деформации, какие получаются напряжения в конструкции в случае разогрева так называемых защемленных элементов этого прибора. И далее, полученное напряженное состояние от теплового воздействия может быть использовано как преднагрузка для расчета на механическое воздействие. Результаты расчета могут быть представлены в виде графиков, в виде контурных диаграмм или в виде каких-то анимированных фрагментов. Следующий момент. Это комбинированный расчет. Мы уже говорили, что в системе NXKE есть так называемые модули кинематического анализа. Модули кинематического анализа позволяют смоделировать движение частей и дальше на основе этого моделирования уже провести расчеты на прочность, посмотреть, какие элементы геометрии у нас имеют большие прогибы или какие элементы у нас получили напряжение, которое выше допускаемых. Помимо этого, наш второй пример из этого цикла, у нас есть возможность расчета и моделирования систем. В этом случае используется интеграция с системами класса MATLAB. В этом случае, например, в системе MATLAB можно построить схему системы, внедрить туда кинематические объекты системы NX и посмотреть в целом, как работает такая система. Собственно, запускаем процесс и осуществляем так называемое виртуальное моделирование. И в данном случае мы увидим, как сработает система, если в люк попало какое-то тело, которое мешает движению. Все это можно смоделировать, используя систему NX и интегрированные с ней сторонние системы. Ну и один пример в рамках этого цикла, завершающий, это оптимизация размещения микросхемы на плате. Давайте посмотрим. У нас есть прибор, в котором есть достаточно хорошо греющиеся микросхемы. Эти микросхемы расположены на плате. И наша задача произвести расположение электрорадиоизделий так, чтобы минимизировать температуру на плате. Как видите, у нас уже построена конечный элементная модель. У нас заведены все тепловые связи. У нас проведен уже расчет в стационарной постановке. Помимо этого, мы можем запустить так называемый следующий процесс. Это процесс оптимизации, в рамках которого мы просто зададим, насколько мы можем сдвигать или не сдвигать различные элементы. И посмотрим, на каком расстоянии в данном случае должны расположены быть эти микросхемы на плате, чтобы получить снижение температуры платы до определенного уровня. В этом плане идет оптимизационный расчет. И мы можем это увидеть в результате анализа данных в рамках постпроцессора. Как видим, если мы сдвинем на определенную величину эти микросхемы, то у нас уровень температуры снизился. Уровень температуры платы снизился. Конечно, это можно все сделать вручную, используя большое количество итераций. Но в данном случае система NX позволяет это сделать автоматизированным образом. Давайте посмотрим следующий слайд. Речь идет про расчет систем. Я уже немножко сказал об этом. Но все-таки это одна из ключевых функций. Возможности эффективного создания больших расчетных моделей и сборок в виде многоуровневой иерархической структуры. Аналогичной структуры сборки в КАС-системе. То есть это одна из, так сказать, одно из новых решений в области КАГЕ. Это возможность рассчитать не только деталь, но и возможность рассчитать сборку. Сборку конструкции. И в рамках этой сборки каждую деталь разбить на конечные элементы. И таким образом на базе этих конечные элементы моделей строить так называемые конечные элементы сборки. И таким образом можно уже оперировать готовыми разбитыми на конечные элементы моделями для того, чтобы посмотреть, как в рамках системы та или иная компоновка, то или иное расположение, например, плат, влияет в целом на удары вибростойкость конструкции или на перегрев конструкции. Давайте посмотрим следующий слайд. Это пример моделирования на уровне системы изделий. Дело в том, что на самом деле большинство плат, большинство вот таких изделий моделируются с применением специальных ЕКАТ-систем. К таким можно отнести, например, систему Mentor Graphics. И, собственно, эти проекты могут быть легко загружены в систему NX для того, чтобы на базе нее, на базе этой системы провести расчет на тепло, например. Давайте посмотрим, как это происходит на примере следующего ролика. Итак, для связи с ЕКАТ-системами в системе NX имеет так называемый модуль PCB Exchange, который, в свою очередь, позволяет, используя стандартные форматы передачи данных, взять данные из проекта ЕКАТ-системы и эти данные превратить в так называемую трехмерную сборку, на основе которой потом можно будет произвести все необходимые расчеты, как на тепло, так и на механику. При этом передаются данные не только по диаметрии, но и по параметрам материала, то есть имеет место взаимосвязь двух баз данных разных систем, по материалам. Передаются данные по нагрузкам, в частности, по мощности электрорадиоизделий, которые используются в проекте ЕКАТ-системы. Все это передается на основе XML файлов и на выходе вы получаете, можно сказать, уже готовую расчетную модель со всеми данными, которые можно потом рассчитать, рассчитать с применением либо прочностных решателей, либо тепловых решателей. На выходе вы получаете, опять же, результаты в виде контурных диаграмм распределения температуры по конструкции, либо результаты в виде контурных диаграмм распределения напряжений. Обращаю внимание, что для современных склад существует тенденция делать их многослойными. В данном случае данные по слоям также могут быть переданы, используя соответствующий промежуточный формат. Итак, давайте посмотрим, как здесь в ролике после передачи диаметрии происходит автоматическая генерация сетки с присвоением этой сетки соответствующих физических свойств материалов, которые пришли из ЕКАТ-системы. Как видите, все это происходит достаточно быстро. Также производится так называемое введение тепловых связей для обеспечения взаимосвязи между различными сетками. Дальше вводятся условия нагружения на основе данных, которые пришли из ЕКАТ-системы. В данном случае пользователю остается формально нажать только кнопочку «Посчитай». И на выходе получить распределение температуры по плате, либо распределение по каждому из слоев платы, как это показано в нашем ролике. Давайте посмотрим результат. Вот результаты по распределению температуры, либо мы можем посмотреть это в виде распределения по различным слоям. Таким образом осуществляется быстрый обмен данными с ЕКАТ-системами. Следующий момент по поводу управления данными и процессами численного моделирования. Если мы посмотрим цикл численного моделирования, начиная с того момента, когда инженер получает требования к изделию и приступает к естественному проектированию, и до контроля проектных решений, и сравнивая расчетных характеристик с результатами натурных испытаний, то мы увидим, что в этом цикле создаются что? Огромные массивы данных. Современная среда численного моделирования должна фиксировать создаваемые знания для последующего использования. Фиксация данных и процессов управления создает так называемый долгосрочный задел знаний, приносит, наверное, большую пользу. В этом плане компания Siemens вкладывает огромное средство, чтобы сделать средство управления процессами и данными численного моделирования частью ядра системы Teamcenter. Система Teamcenter – это PLM-система, система верхнего уровня, которая непосредственно работает с системой Nets и позволяет своей базе сохранить все необходимые данные. Управление процессами численного моделирования охватывает большую область. Это достаточно важный вопрос, чтобы сконцентрироваться на нем в свете требований к решению. Teamcenter способен управлять крупными процессами разработки самых сложных современных изделий и ускорять их пик. Nets в этом плане упрощает работу инженеров-рощетчиков по управлению данными благодаря интеграции с модулем Teamcenter Simulation, предусмотренной в стандартной конфигурации. В этом плане пользователи могут синхронизировать расчетные модели и результаты расчетов с конструкторскими моделями. В Nets Sky также имеются мощные средства фиксации процессов численного моделирования для их последующего использования менее опытным пользователям, которые смогут решать с той же сложной задачей. В этом плане есть возможность создать для пользователей, опять же используя Nets Open, так называемые мастер-процессы, либо специальные средства для того, чтобы они были интегрированы непосредственно в интерфейс и эти средства будут предназначены для решения каких-либо специальных задач. Вот именно этот пример, автоматизированный прочностной расчет печатной платы, мы с вами сейчас и посмотрим. Я запускаю. Итак, в этом видеоролике показано, как программный интерфейс Nets Open был применен для создания рабочего процесса расчетов моделей печатных плат. Обратите внимание, что данный рабочий процесс полностью интегрирован в среду Nets при помощи специально разработанного интерфейса, это меню, кнопки и диалоговые окна. Пользователь выбирает те или иные участия модели в графическом окне. Вводится сведения о размещении массы отдельных компонентов и запускается анализ. Начинается автоматический процесс построения конечно-элементных сеток деталей, расчета и получения основных собственных частот. В данном случае речь идет про расчеты на динамику. Затем рассчитывается статическое решение, а результаты сохраняются в файл формата Excel с указанием того, соответствует ли печатная плата нормативу на максимально допустимый продик или нет. Как видно, в данном случае есть возможность автоматизировать весьма сложный процесс расчетов, так что им могут воспользоваться не обязательно расчетчики, которые имеют специальное образование, а даже те специалисты, которые не имеют специального образования, могут уже сделать подобного рода расчеты. Соответственно, это существенно сокращает длительность цикла конструирования-расчета. Здесь следует отметить, что на самом деле NX-Колье это достаточно известное решение для приборостроительной промышленности. На данном слайде приведены основные компании, которые используют NX-Колье в своих решениях. Здесь также надо отметить, что NX-Колье используется для приборостроения также и в российских компаниях, таких как профильные компании корпорации Росатом, компании вертолетостроительной корпорации, компании, которые занимаются разработкой самолетостроения и судостроения. Таким образом, можно сказать, что это достаточно известное в мире решение, решение, которое доказало свою эффективность в боевых условиях. Что здесь можно еще сказать? Здесь приведено небольшое количество компаний. И в рамках этого слайда вы видите, что достаточно известные мировые компании сделали свой отзыв о решении NX-Колье. Решение хорошее видно из этих отзывов. Ну, собственно, давайте перейдем к подведению итогов. Что хочется повторить? Хочется повторить, что численные моделирования сейчас переходят из состояния разрозненных специализированных инструментов в современной интегрированной среде, обеспечивающей стратегическое конкурентное преимущество в бизнесе благодаря поддержке проектирования на основе численного моделирования. Несмотря на то, что сейчас ведутся разговоры и большая полемия про импортозамещение, на текущий момент отечественных решений в области КАЕ, которые соответствуют решению NX-Кае, нет. Поэтому NX-Кае остается мировым лидером, который и как инструмент, который надо использовать для проведения процесса проектирования. Как говорится, NX-Кае отличный пример современной среды чистого моделирования, в которой реализованы все основные функции, которые позволяют вам на достаточно высоком уровне проводить проектирование, в том числе и радиоэлектронных изделий. спасибо за внимание, я готов выслушать ваши вопросы, либо вы их пишете в рамках чата. в рамках .